Мир, в котором мы живем, сложен и многообразен. Наивно полагать, что он изучен и опознан разумом Вселенной. Мир никогда не будет познан до конца. Поэтому нет ничего удивительного в том, что при его освоении мы сталкиваемся с теми или иными, не подающимися объяснением, структурами явлений и взаимосвязанных процессов. Мы приветствуем вас в рубрике «Большая наука». Сегодня мы, София и Диана, с вами в гостях в Ландао-центре. И здесь мы узнаем о тайнах трехмерного пространства. Также проведем эксперименты в арт-лаборатории, пройдем мини-квесты и обязательно посетим лекцию на тему «Эшер и тайны трехмерного пространства» от кураторов в детская площадка. Ну что же, пойдемте узнавать. Здравствуйте, скажите, а некоторые наши зрители не знают, что такое трехмерное измерение. Вы могли бы нам объяснить? Трехмерное измерение — это, собственно, наше пространство, в котором мы живем. Пространство, в котором каждая точка описывается тремя координатами. Длина, ширина, высота. А скажите, а как мы можем ее использовать в обычной жизни? Например, чтобы установить собственное положение на карте, узнать положение спутника. Скажите, а как вам пришла ей действовать именно такой проект? Это точно сложно объяснить детям. Я на самом деле пробовала на своих детях сначала. Я попробовала с ними так вот общаться, а потом подумала, что мне очень хочется поделиться своим опытом общения со своими детьми. У меня младшие 4 года, а старшие 11 лет. И так мы нашли единомышленника, так стали собирать других людей. И получается, дети на самом деле очень умные в создании существа, в человеке, в настоящем взрослой. Скажите, а вы будете создавать еще подобные проекты? Наш проект обширный. И мы не просто создаем, мы все время придумываем какие-то события для детей и взрослых. И я думаю, что каждый месяц, раза два в месяц мы точно будем что-то делать. А в мае у нас будет большой фестиваль с целой чередой экспериментов каждый день в разных областях искусства, науки. То есть это будет и дизайн, и химия, и электроника, и просто рисование. И везде мы будем делать какие-то открытия. Спасибо вам большое. Здравствуйте. А скажите, сможете заключать творчество с наукой? Вы знаете, очень многие ученые говорят, что наука – это и есть творчество. Это такое творчество, которое собирает в себе знания, желание заниматься наукой, желание заниматься чем-то очень-очень интересным. И, конечно, без творчества не обходится ни одно хорошее, доброе и нужное человечеству дело. Какие вы планируете провести еще проекты в Ландау-центре? В Ландау-центре проходит по субботам. И иногда в воскресенье всегда что-то новое. Мы проводили уже и физику, и химию. Мы занимались, мы приглашали живых животных. У нас была ветеринарная клиника, и нам рассказывали, как лечат животных, как нужно за ними ухаживать. Потом мы рисуем, потом мы чертим, потом мы лепим, а потом мы слушаем лекции. Вот, например, на следующую субботу, я вас приглашаю, кстати, На следующую субботу мы будем показывать красивые чертежи автобусов, первые чертежи велосипедов, поездов, красивых зданий, зданий, которые мы все знаем, мостов и так далее. Детские поделки наших юных инженеров, юных конструкторов. И мы покажем, что с самого-самого маленького возраста ребенок уже может быть в науке. Он этим начинает заниматься, а потом становится такими великими, известными учеными, как Лев Давидович Ландау. Привет, Денис, скажи, пожалуйста, а какой твой любимый урок в школе? Математика. Математика? А почему? Ну, у меня много кто знает математику, и мне тоже нравится заниматься математикой. Ты знаешь, что такое трехмерное измерение? Трехмерное измерение – это изображение ширину, должину и глубину. Это простер, в котором есть три вымеры. Трехмерное измерение – это измерение, в котором есть три оси. Привет, закажи подарок Деду Морозу, возможно, он сейчас смотрит нас. А что собаку? Я бы хотел машинку на радиоуправление, возможно, и везение в следующем году, оно мне точно понадобится. Я еще не знаю, что я хочу. Пусть он сам выберет мне подарок. Я хочу машинку на радиоуправление. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Мы благодарим всех организаторов за их труд и вклад в столь нужную и необходимую науку. За то, что не таким креативным способом вам не заинтересовать нас и детей нашего города. Ну а нам пришла пора прощаться, ведь вас уже заждались наши коллеги в рубрике «Новости спорта». До скорых встреч! Пока!